Якутские речники готовятся к очередному навигационному сезону о том, что сейчас происходит в Жатайской судоверфи в репортаже Виталия Абрамова. Вот так на дальнем караване Жатайской судоверфи с утра до позднего вечера стоит звук работающей бензопилы. До начала весны бригады выморожщиков-ремонтиков должны освободить ото льда и подготовить к навигации 119 судов. Михаил вымораживает корабли уже четвертый год и из самого проблемного в работе отмечает, как это ни странно, теплая погода. Меньше мерзнет. Нам чем больше мороза, тем лучше. Даже в 50-55 замерзает инструмент, пилы встают, не работают, а сам холодно не ощущаешь как такового. За зиму предстоит выморозить более 4000 кубометров льда. На сегодня половина почти выполнена. Когда потеплеет, мы сразу здесь сюда запускаем судокорпусной участок и деревообрабатывающий участок для ремонта корпусов судов. Верхняя работа, в основном, сюда здесь все практически готовы. А вот на самом заводе, а именно на Слипе, где суда подняты на берег, идет ремонт корпусов и замена отработавших двигателей. Кроме того, в силу скупающего в действии нового техрегламента устанавливаются двойные борта и днища судов. 800 миллиметров в междонное пространство и еще одно дно ставится. Для того, чтобы, допустим, в случае пробоя, значит, судно, которое перевозит, допустим, нефть, керосин, там, вот, пробивается, нижнее дно пробивается, балластное, балластное. А само топливо не попадает в реку или в море. Как известно, средний возраст якутского флота составляет 35 лет. Вместе с тем, оборудование единственного судоремонтного завода не обновлялось с 70-х годов. Ежегодно на подготовку к следующей навигации устаревших кораблей уходят громадные средства. Но все должно измениться с 2020 года, когда начнет работать новая судостроительная верфь с проектной мощностью до 10 судов ежегодно. Сначала строительство завода у нас летом уже будет определен. Сейчас проектно-сметная документация выявили месяц и закончится. Ее выставят на конкурс. И кто выиграет, тот начнет строительство уже в этом году, в 17-м, начнется строительство. С постройкой нового завода обновятся не только цеха, где, по признаниям самих старожилы, работают до сих пор кувалдой и кисточками, а в целом инфраструктура всего поселка. Кроме того, проект предусматривает работы по отелизации списанных судов при господдержке. Виталий Абрамов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Жатай.